Всем привет! Вы на транспортном канале Даниил 96. Продолжается новая рубрика «Проект линий Московского метрополитена». Прошлый обзор был посвящен рассказу всех станций Сокольнической линии. Если кто еще не увидел предыдущий обзор, вы можете перейти по ссылке в правом верхнем углу. Сегодня будет обзор второй за Москворецкой линией Московского метро. Также пробежимся кратко по истории запуска второй очереди и посмотрим на все станции этой линии. Поехали! Первый участок Горьковского радиуса был запущен в 1938 году от станции Сокол до станции площадь Свертлова, ныне сейчас театральная. Линия раскрузила прилегающий Ленинградский проспект и улицу Горького, ныне Тверская. Соединив также Московский аэровокзал и Белорусский вокзал. Особенность первых станций – архитектурные решения в стиле арт-деко, прообраз будущих элементов сталинского ампира послевоенных лет. Участок включал в себя знаменитую и самую красивую станцию метро Маяковской, которая признана одним из лучших не только архитектурных решений, но и инженерных достижений в подземном строительстве. Она является первой в мире колонной станции Клубокова заложить. Для экономии и ускорения сооружения первого участка второй очереди были исключены, но позже была достроена в 1979 году станция Горьковская, сейчас называется Тверская. Второй участок линии начал строиться незадолго до начала Великой Отечественной войны. Строительство было прервано осенью 1941 года, когда немецкие войска подошли к Москве. Однако уже в мае 1942 года работы возобновились, и 1 января 1943 года состоялось открытие второго участка от площади Свертлова до завода имени Сталина, ныне Автозаводской, пока без станций Новокузнецкая и Павелецкая, которые были открыты позже уже в составе действующей линии. В 1964 году Горьковско-Замоскворецкая линия была продлена на 7 километров севернее Сокола, со станциями Войковская, Водный стадион и до Речного вокзала. В 1969 году линия протянулась на 8 километров на юг, от станции Автозаводская до Каховской, через Нагатинский метромост, станции Коломенская, Каширская и Варшавская. В 1984-85 годах запустили новый участок протяженностью 7 километров на юго-восток, от станции Каширская до Орехова и далее до Красногвардейской. На станции Каширская было организовано вилочное разветвление и поезда от Речного вокзала начали ходить до Красногвардейской и Каховской в соотношении двум к одному. Из-за большой нагрузки пассажиропотока на линию в 1995 году было принято решение участок Каширская-Каховская преобразовать в отдельную Каховскую линию, которая просуществовала до 2019 года. Нынешний подвижной состав на замоскворецкой линии состоит из оригинальных вагонов и после капитального ремонта электропоездов 81717-714.5 номерной. В следующем году начнется обновление подвижного состава. На первое время власти Москвы планируют запустить около 10 электропоездов новой модификации 81775.2 Москва 2024. С ноября 2023 года начали обучать машинистов депо Сокол на современные электропоезда Москва 2020, которые можно сегодня встретить на обкатке без пассажиров. Электропоезда номерные за москворецкой линии обслуживается двумя электродепо. На севере ТЧ-2 Сокол и на юге ТЧ-17 Братеева. Рядом с депо Братеева строят третье электродепо Юшное. Как раз для новых будущих электропоездов Москва 2024. С 1969 по 2019 годы данную линию раньше обслуживало электродепо ТЧ-7 за москворецкой. С 2021 года депо обслуживает электропоезда Москва 2020 для Большой кольцевой линии. Переходим к абсурру всех станций. Поехали! Станция метро Ховрина была открыта 31 декабря 2017 года. Расположена в одноименном районе Северного административного округа. Она является колонной двухпролетной станции мелкого заложения на глубине 12 метров. На станции располагается 27 колонн. Одна из путевых стен отделана светло-бежевыми панелями, другая коричневыми. Со станции метро Ховрина можно перейти на одноименную станцию МЦД-3, а также выйти к автовокзалу Северные ворота, где среди прочих автобусов отправляется и автобус-экспресс до аэропорта Шереметьево. Станция Беломорская открыта 20 декабря 2018 года. Колонная двухпролетная станция мелкого заложения на глубине 18 метров. Строительство станции началось в 2013 году, но было заморожено из-за недовольства местных жителей. В 2016 году строительство возобновилось по просьбе жителей района. До 2018 года достраивали станцию на действующем участке Ховрино-речной вокзал, не перекрывая движение поездов. Архитектура и оформление станции содержат отсылки к Беломорью и символизируют море, ночное небо и снег. Ниши со скамейками, которые расположены вдоль стен, между некоторыми из колонн, установлены несколько панно с изображениями Валаамского и Соловецкого монастырей. Архитектурного ансамбля Кижи. Автора художника Козлова. Станция метро Речной вокзал была конечной в течение 53 лет. Эта типовая сороконожка была построена в 1964 году к новому 65-му и здесь было принято решение организовать движение общественного транспорта, прибывающего по Ленинградскому шоссе и фестивальной улице так, чтобы в один вестибюль, северный, большая часть людей приезжала утром, а из Южного уезжала вечером. Это было намного удобнее, чем любые другие варианты организации движения общественного транспорта при большом потоке пассажиров. Кроме того, Южный выход удобно располагался в парке Дружбы и имел проход под Ленинградским шоссе в сторону Северного речного вокзала. Станция Водный стадион. Открыта 31 декабря 1964 года. Колонная трехпролетная мелкого заложения на глубине 6 метров. Построена по типовому проекту сороконожка. На станции два ряда по 40 четырехгранных колонн с шагом 4 метра. С октября 2021 по декабрь 2022 года проводилась реконструкция по замене облицовки путевых стен с сохранением цветовой гаммы и общего стиля станции. Станция Войковская. Колонная трехпролетная мелкого заложения на глубине 7 метров. На станции два ряда по 38 квадратных колонн. Путевые стены покрыты голубой и черной керамической плиткой. Колонны облицованы белым с мелким рисунком серых жилок мрамором Коэлга. Со станции метро Войковская пассажир может воспользоваться двумя наземными пересадками. На станцию Балтийская МЦК и на платформу с трешнего второго диаметра. Станция Сокол была открыта 11 сентября 1938 года. Это колонная двухпролетная станция мелкого заложения на глубине 8 метров. Станция получила название по расположенному поблизости корпоративному поселку Сокол, основанному в 1923 году. Станционный зал представляет собой два параллельных свода, опирающихся на боковые стены и на средний ряд опор. Пролеты между опорами, прорезанные вертикальными цилиндрами, вверх которых завершаются куполами с нишами. Эти купола служат рефлекторами для источников освещения, скрытых от глаз людей. Нижние части колонны облицованы биробиджанским мрамором и окружены скамейками. Станция Аэропорт – вторая односводчатая станция московского метрополитена после библиотеки имени Ленина. Станция мелкого заложения на глубине 10 метров. В 1910 году на Хадынском поле, неподалеку от нынешней станции, был открыт аэродром Московского общества воздухоплавания. В 1931 году на нем появился первый в СССР аэровокзал. В оформлении станции архитекторы старались выразить тематику советской авиации. Свод станции проходят длинные узкие рельефные полосы, напоминающие стропы парашюта. Они пересекаются между собой и придают дополнительное ощущение простора и легкости. Над путевыми стенами расположены чугунные вентиляционные решетки ромбовидной формы. В центре станции установлены по 4 деревянные скамейки с названием станции. Станция Динамо – пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения на глубине 40 метров. Архитектура станции выполнена в стиле советского спорта. Своды трех залов опираются на мощные кубические пилоны с гладкими стенами. Станция обрицована уральским мрамором Тагил и украшена барельефами с изображением видов спорта – метания диска, штанга, скалолазения и т.д. Архитекторы станции Лихтенберг и Ревковский при открытии перехода на БКЛ началась течь свода над вторым пути в направлении Ховри. В результате протечек под угрозой разрушения оказались исторические барельефы и медальон. Со станции Динамо пассажир может воспользоваться подъемной пересадкой на станцию метро Петровский парк Большой кольцевой линии. Станция Белорусская – пилонная трехсводчатая глубокого заложения на глубине 34 метра. Архитектура станции выполнена в стиле довоенных лет с мраморным покрытием пола и колоннами. По облицовке станционного зала применялся мрамор трех различных сортов. Варьируя оттенки мрамора, архитекторы старались уменьшить ощущение подземки и добиться того, чтобы пассажиры ощущали себя как в подземном дворце. В пилонах со стороны центрального зала были устроены ниши, в каждой из которых установлен светильник на бронзовом торшере. В южном торце центрального зала на постаменте стоит скульптурная группа «Советская Белоруссия». Со станции Белорусской пассажир может воспользоваться пересадкой на одноименную станцию кольцевой линии, выйти к Белорусскому вокзалу и сесть на электропоезда первого и четвертого диаметров. Станция Маяковская была открыта 11 сентября 1938 года, расположена в Тверском районе, является одной из первых колонных станций метро глубокого заложения в мире. Глубина заложения 33 метра. Станция имеет статус ценного объекта культурного наследия регионального значения. Оформление станции выполнено в стиле сталинской неоклассики с авангардными деталями, придающими черты стиля ар-деко. Маяковская построена по проекту архитектора Алексея Душкина. Колонны и арки станции впервые в московском метро отделаны полированной рифленой нержавеющей сталью. Свод станции украшен размещенными в нишах мозаичными панно из Смальты. Выполнены по эскизам художника Александра Дайнеки в мастерской Фролова в Ленинграде. Тема панно «Сутки советского неба». Пол станции выложен геометрическим орнаментом мрамора. Станция Тверская до 1990 года Горьковская была открыта 20 июня 1979 года на старом действующем участке Маяковская площадь Свердлова. Пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения на глубине 42 метров. Оформление станции посвящено произведениям Максима Горького, имя которого первоначально носила станция. Сооружена по индивидуальному проекту. Со станции Тверская пассажир может воспользоваться двумя пересадками на станции Пушкинская Таганской Краснопресненской линии и станции Чеховская Серпуховско-Темирязевской линии. Станция Театральная до 1990 года называлась Площадь Свердлова. Это пилонная станция глубокого заложения, расположенная на глубине 35 метров. Станция Театральная является последней работой архитектора Фомина. Несмотря на то, что станция была переименована лишь в 1990 году, еще в ее форм-линии архитектор заложил театральную тематику. Сама станция вызывает ассоциации с театральным залом. Колонны напоминают кулисы, а пространство между колоннами – занавес. Свод центрального зала и проходы между пилонами оформлены ромбовидными кессонами. Нижний ряд украшен скульптурными вставками из глазурированного фарфора на тему театрального искусства народа ФССР. Со станции Театральная можно перейти на станцию Охотный ряд Сокольнической линии и на станцию Площадь Революции Арбатско-Покровской линии. Станция Новокузнецкая – один из двух первых недостроев в московском метрополитене, потому что именно эта станция на Парус-Повелецкой открылась уже на действующем участке за Москворецкой линией, о чем многие не знают или забывают. Несмотря на то, что Новокузнецкая является одной из самых красивых станций московского метрополитена, она также относится к двуликим станциям. В одной части большее количество элементов дизайна и оформления и прекрасные фонари, которые светят прямо посреди платформы, устремляя свет в потолок, а в другой части это гораздо более простая станция с пересадкой на Третьяковскую. И кстати, на Новокузнецкой до сих пор не достроен один из переходов на упомянутую мною Третьяковскую, и когда он будет доделан, никто не знает. Станция Повелецкая. Открыта 20 ноября 1943 года во время Великой Отечественной войны. Колонна – трехсводчатая станция глубокого заложения, на глубине 34 метров. Первоначально Повелецкая была построена пилонной двухсводчатой и не имела центрального зала. В ходе реконструкции 1948-59 годов была перестроена в колонную трехсводчатую. По конструкции колонн Повелецкая почти схожа с Маяковской. Свод центрального зала состоит из ряда куполов, которые опираются на два ряда тонких изящных колонн. Колонны соединяются друг с другом пологими арками, образующими проходы между центральным и боковым залами. Капители колонн украшены крупными металлическими медальонами в виде щитов в обрамлении лавровых венков, а в центре каждого щита – серп и молот. Со станции Повелецкая пассажир может воспользоваться пересадкой на одноименную станцию кольцевой линии, выйти к Повелецкому вокзалу и сесть на Аэроэкспресс до аэропорта Томодедово. Станция Автозаводская. До 5 июля 1956 года – завод имени Сталина. Открыта 1 января 1943 года во время Великой Отечественной войны. Колонна трехпролетная мелкого заложения на глубине 11 метров. Сооружена по индивидуальному проекту архитектора Алексея Душкина. По конструктиву Автозаводская представляет схожесть со станцией Кропоткинская. Два ряда тонких, слегка расширяющихся кверху, шелезобетонных колонн квадратного сечения с ребрами поддерживают безбалочные своды. Путевые стены сверху украшены восьмью смальтовыми мозаичными панно под общим названием «Советский народ в годы Великой Отечественной войны». Мозаики были выполнены в плакатном Ленинграде Фроловы по эскизам художников Боргиченко, Покровского и Лехт. Со станции Автозаводской пассажир может воспользоваться наземной пересадкой на одноименную станцию МЦК. Далее начинается наземный участок Замоскворецкой линии от Автозаводской до Коломенской. Технопарк является наземной станцией на Замоскворецкой линии с береговыми платформами, построенной на действующем участке Автозаводская Коломенская. Открыто 28 декабря 2015 года. По центру над путями сделана стеклянная крыша. Платформы покрыты серым гранитом, стены и колонны вертикальными сайдинговыми панелями цвета металлик. Подвесной потолок над платформами выполнен из серых решетчатых конструкций с крупными фиолетовыми глянцевыми вставками. В перспективе со станции Технопарк можно будет пересесть на станцию проспект Андропова Бирюлевской линии. Назвать будущую станцию по парку развлечений, то есть острову мечты, так себе затея. Далее наш электропоезд следует по Нагатинскому метромосту над рекой Москва. Общая длина метромоста 233 метр. Станция метро Коломенская. Ранее уже снимал отдельный обзор на свой канал. В этом случае, чтобы не затягивать сам обзор, я оставлю ссылку в правом верхнем углу видео. Станция Каширская. Ранее тоже снимал обзор про большую кольцевую линию. Также можете перейти по ссылке в правом верхнем углу. Станция Кантемировская. Расположена в районе Царицыно-Южного административного округа. Открыта 30 декабря 1984 года. Односводчатая станция мелкого заложения на глубине 8 метров. Оформление станции Кантемировская использована военно-историческая тематика. Путевые стены облицованы коричневым мрамором с мелкими орнаментальными вставками. Светильники над станционными лавочками были выполнены в цветах гвардейской ленты оранжево-черного цвета. Станция Царицыно до 1990 года называлась Ленина. Это колонная трехпролетная станция мелкого заложения на глубине 8 метров. Путевые стены облицованы желтым и красным мрамором с мозаичными вставками, которые посвящены успехам советской науки и техники. Колонны облицованы белым мрамором, пол выложен серым гранитом. Со станции можно пересесть на одноименную станцию 2-го московского центрального диаметра. Станция Орехово была открыта 30 декабря 1984 года. Расположена в районе Орехово-Борисово Южного административного округа. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения, расположенная на глубине 10 метров. За станцией расположены тупики для оборота поездов. Колонны и путевые стены облицованы белым и серым мрамором. В центре потолка находятся ряд кессонов, в которых находятся светильники. Темой архитектурного оформления станции является охрана природы. Это выражено в листьях бронзовых скульптур, находящихся в вестибюле над эскалаторами. С открытием в 1985 году станции Домодедовская замоскворецкая линия окончательно повернула на восток. Отсюда идет прямая дорога по Каширскому шоссе до одноименного аэропорта. Соответственно, пассажирам, прилетающим из разных городов и разных стран, стало намного удобнее. Кроме того, станции пользуются огромное количество местных жителей, а также те люди, которые переезжают в новые жилые комплексы по Каширскому шоссе. Пассажирпоток здесь растет каждый год и будет расти еще в течение очень многих лет. И все эти пассажиры, проезжая и спускаясь на станцию, увидят несколько панно, а также декоративные элементы на потолке, которые посвящены отечественной авиации. Станция Красногвардейская открыта 7 сентября 1985 года. Расположена в районе Зябликово Южного административного округа. Односочное мелкое возложение на глубине 9 метров. Оформление станции Красногвардейская посвящено теме Октябрьской революции. Путевые стены облицованы красным мрамором. Зал станции освещается большими квадратными светильниками-торшерами, расставленными по оси станции. Торцы зала украшены барельефами работы Леонида Берлина на тему революции. Со станции Красногвардейская пассажир может воспользоваться пересадкой на станцию Зябликово-Люблинско-Дмитровской линии. Станция Алма-Атинская была открыта 24 декабря 2012 года. И расположена в районе Братеева Южного административного округа. Это односводчатая станция мелкого заложения на глубине 10 метров. Название Алма-Атинская предложено посольством Казахстана, так как в этом районе имеется неподалеку Алма-Атинская улица. Это был своеобразный обмен названиями, ведь в 2015 году в метро Алматы открылась станция под названием Москва. Проект станции был разработан коллективом архитекторов и конструкторов метро Гибротранс под руководством Николая Шумакова. Основным элементом оформления данной станции стали металлические конструкции в виде расположенных вдоль продольной оси 9 пар параболических дуг длиной 11 метров с веерообразными светильниками в виде полос. По замыслу архитекторов эти конструкции символизируют казахскую юрту. За станцией Алма-Атинская отсутствуют оборотные тупики. Перед самой станцией расположен перекрестный съезд. Поезда из центра прибывают и отправляются с обоих путей. В настоящее время замоскворецкая линия метро имеет протяженность 42 километра и 24 станции. Если вам понравился полный обзор всех станций замоскворецкой линии, поставьте лайк и напишите свой комментарий. Какая у вас самая любимая станция метро на этой линии? Для новых зрителей, кто посмотрел ролик в первый раз, подпишитесь на транспортный канал Даниил 96. До 29 тысяч подписчиков осталось совсем немного. Также хочу поблагодарить трех метроблогеров Дмитрия Рогачева, Тимофея Белякова и Метроград за участие в озвучке закадрового голоса в моем обзоре. Подпишитесь на них по ссылке в описании под видео. Спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Всем удачи и до встречи в следующих обзорах.